Ева Ардин Я не буду твоей, дракон Пролог Получилось! У меня получилось! Я поморшился от пронзительного вопля. Зачем орать, когда можно позвать мысленно? Вик, я смог! Я открыл межмировой портал и призвал демона! Идем скорее, посмотришь! Эдетей Ардхидар, племянник повелителя драконов и его наследник, ухватил меня за локоть и потянул за собой. Его когти на чешуйчатой лапе впились в мою кожу. На радостях Эд перестал контролировать оборот. Или причина этому вовсе не радость? Ты не трезв, заключил я, уловив характерный запах. Немного, не стал спорить Эд. Посидели с ребятами, расслабились. И я смог открыть портал! Хоть охранный контур поставил? А то! Пентаграмму начертили по всем правилам! Сейчас сам увидишь! Я отворил двери в роскошную гостиную и увидел. И пьяных приятелей Эда, и многочисленные свидетельства кутежа, и семилучевую звезду на полу, и потрясающе красивую девушку внутри вязи охранных заклинаний. Это ее Эд с пьяных глаз принял за демона. Я уже собрался было сообщить Эду, что он идиот, как... Драконья сущность заворочилась внутри, заинтересованно подняв голову. Инстинкты пробудились все и разом, а разумные мысли ушли, даже не помахав на прощание. Девушка в пентаграмме была моей истинной парой. Я застыл не в силах отвести от нее взгляд. «Вик, ты чего?» На плечо опустилась тяжелая когтистая лапа. «Ну как тебе? Проверишь ее? Она же демон!» «Нет», — ответил я быстрее, чем сумел подумать. Чтобы отвлечься на привычные действия, запустил несколько заклинаний, призванных выявить скрытую силу. «Человек, магии нет». «Жаль!» Эд с досадой плюнул прямо на пол. Удивленно посмотрел на свою руку, поморщился и остановил оборот, втянув когти и убрав чешую. «А я хотел дяде подарок сделать для его гарема». «И он заставил нас поделиться силой, чтобы вызвать демона. Точнее, демоницу!» Раздался пьяный возглас с дивана. Один из развеселых приятелей Эда глядел на мою пару почти с плотоядным интересом. «Они же известные распутницы!» «И это они выглядят скромные!» «Какие ножки!» «Похоже, сейчас мой дракон начнет убивать». Проблема в том, что, глядя на пару, я сдерживал не только ярость. Девчонка была наряжена в облегающую тунику и шорты, выставляющие на показ стройные загорелые ноги. Светлые волосы она собрала в высокий хвост, открывающий нежную шею, а пухлые розовые губы так и манили прикоснуться к ним, чтобы ощутить их сладость. «Шлахово заклинание!» вырогул Сейдетей, возвращая меня в реальность. «Не сработало?» «Сработало, но не так», сообщил я, подходя ближе к пентаграмме и отбрасывая ногой пару пустых бутылок. «Неудивительно. Дурманищие настойки не лучшим образом сказываются на силе и концентрации. Вы, правда, умудрились создать межмировой портал. Вот только одежда и устройство у девушки в руках говорят о том, что портал открылся в техногенный мир». Я принялся разрушать охранный контур. Хоть юные оболтусы были пьяны, вызывая демона, защитить место призыва они сумели. Главное сейчас никого из них не убить. Я усмехнулся, представив, что для этого мне достаточно просто перестать сдерживаться. У пьяных малолеток нет ни единого шанса против взрослого дракона. Девчонка трогательно сжимала в руке небольшой стеклянный прямоугольник и отгораживалась им от меня, словно пытаясь защититься. Память любезно подсказала, что это техническое устройство не имеет боевых функций, а служит хранилищем информации. «Смотри, Эд, твоя ненька снова недовольна!» Подало голос еще одно пьяное тело с дивана. «Того и глядись, сдаст тебя! Отправь его и позабавимся с красоткой! Раз уж она не годится для гарема-повелителя!» Мой кулак сам собой встретился с лицом парня, который только что неосмотрительно вывел меня из себя. Снова. «Хм...» «Вик, ты чего?» Воскликнул Эд. «Что?» Тут я впервые нарушил данные слова не раскрывать себя. Вот только осознание этого пришло слишком поздно. После того, как бессознательный Эд тихо улегся к моим ногам, захрапев. Парочка ментальных импульсов, легко пробивших защиту его приятелей, отправили их в страну снов вслед за ним. И тут заговорила девушка. «А ты резкий», — сказала пара, глядя на меня без тени страха. «А теперь расскажи мне, будь добр, что тут за костюмированная вечеринка? Этот парень...» — она указала на Эда. «И правда чуть не превратился в рептилию? Или у меня глюки?» Услышав ее голос, нежный и глубокий, я был вынужден прибегнуть к специальным техникам успокоения. Мой дракон, только затихший, снова встрепенулся и зарычал. «Моя». Я с удовольствием взял руку девушке и положил ее пальцы на свое запястье, туда, где в браслет был встроен камень-переводчик. «Все, что ты видишь вокруг, реальность», — медленно произнес я, глядя в глаза своей Айярия. «Ты попала через портал в другой мир?» «О, я понимаю тебя!» «Благодаря этой штуке?» Она погладила браслет. При этом ее пальцы прошлись по моей коже, и это было непросто приятно. «Хочу чувствовать, как она касается не только моей руки. Главное, не спугнуть ее. Хотя в глазах девушки виден явный интерес». «Хорошо». «Да, пока ты держишь пальцы на браслете, мы можем общаться». «Правда, есть еще один способ понимать друг друга». «Какой?» «Если я тебя поцелую, мы сможем разговаривать без слов, мысленно». Глядя в глаза своей паре, я начал медленно наклоняться. Глава первая «Получилось! У меня получилось! Я попала в иной мир! Правда, всякая приличная попаданка, осознав свое положение, должна возмущаться, восклицать «почему я?» и требовать вернуть ее обратно. А я, сидя в пентаграмме и глядя на восторженные рожи троих смазливых ребят с мутными глазами, только усмехалась. «Хм, значит ли это, что я попаданка неприличная?» Судя по количеству пустых бутылок, что валялись в самых разных местах роскошной гостиной, парни неплохо что-то отпраздновали. Или, скорее, продолжали это веселое дело. Вокруг стоял непередаваемый аромат винных паров, перегара и немного экзотичных духов. «Ладно, с деталями я разберусь. Пора входить в роль. По законам жанра самое время испугаться». «Кто вы такие?» Тоном истеричной девицы воскликнула я. «Что здесь происходит?» Один из парней, красавец с длинной косой темно-красного цвета, выдал что-то резкое и вряд ли цензурное, обращаясь к приятелю-платиновому блондину с короткой стрижкой. Тот, не переставая пялиться на мои голые ноги, хорошенько приложился к бутылке, с которой трогательно обнимался. Затем пошло улыбнулся и ответил, назвав красноволосого Эд. Эд же уставился на меня лихорадочно блестящими глазами и требовательным тоном задал несколько вопросов. Я вздохнула и покачала головой. Язык был незнаком. Но чего еще ожидать? Есть подозрение, что мое знание русского, английского и немецкого тут никак не поможет. Эд, поняв, что ответа не будет, подхватился с дивана и пуля вылетел из комнаты. Я с любопытством огляделась. О, ничего, так обстановочка. Хозяин этого места явно не беден. Высоченные потолки с фресками, изображающими небо в облаках. На одной из стен мозаика, выложенная стразами. Огромные окна, сейчас закрытые тяжелыми шторами. Массивная мебель, пол из камня, напоминающего мрамор золотыми прожилками. Сейчас он был испорчен. Тот и небрежно нарисовал жирной черной краской пентаграмму с кучей незнакомых символов. Парни были одеты в явно дорогую одежду и не пренебрегали драгоценностями. Навскидку, каждый из красавчиков носил на себе стоимость моей квартиры в виде браслетов, колец, цепей с кулонами и серег в ушах. Пожалуй, это великолепие стоит заснять. Телефон я достала как раз вовремя. Красноголовый Эд привел еще одного красавчика. Судя по синим прядям в смоленой шевелюре, новенький водил близкое знакомство с краской для волос, да и вообще уделял много времени уходу за внешностью. На земле я бы обязательно попросила бы у него номер личного стилиста. Или нет. Оно мне надо навязываться с вопросами к любителю забористых веществ. Если парни были просто пьяненькие, то этот типчик явно употребил нечто более тяжелое. Он смотрел на меня темными глазами, с расширенными как от атропина зрачками, и тяжело дышал. Сейчас набросится и съест? Хм, странно. Но то, чем закинулся парень, оказалось заразным. Я смотрела в его глаза, и меня затягивало, словно в омут. Все глубже и глубже. Туда, где на самом деле не существует дна. Казалось, весь мир исчез, и остались только мы вдвоем. А потом на плечо обладателя бездонных глаз опустилась когтистая рептилия лапа. Черт! Наваждение прошло, смытое волной чистой незамутненной ярости. Красноволосый Эд оказался драконом. Ненавижу драконов. Настолько, что пришлось срочно брать себя в руки, чтобы не выдать эмоций. Эти чешучатые гады виной тому, что мама была вынуждена бежать из родного мира, а я росла там, где нет магии. Но не время предаваться воспоминаниям. Новый парень что-то насмешливо произнес. Эд снова выругался. Блондинчик прокомментировал. Язык его плохо слушался, и фраза вышла невнятной. За ребятами было интересно наблюдать, но было бы лучше, сумея понять, о чем они говорят. Языковой барьер может стать настоящей проблемой. Охранный контур пентаграммы разомкнулся. Это постарался брюнет-любитель красить пряди в синий цвет. Он уже выглядел вполне трезвым. Чуть неровное дыхание и приоткрытый рот не в счет. Вот только... Чего он так на меня пялится? Здешние мамзели не носят шорты? Похоже на то. Кстати, блондинчик на диване чуть ли не слюнями капал, глядя на мои голые ноги. Он, манерно растягивая слова, обратился к Эду, явно говоря обо мне. Черт, а вдруг все эти ребята драконы? Что мне тогда делать? С четверыми чешучитами я точно не справлюсь. Или не придется. По комнате словно вихрь прошелся. Брюнет оказался обладателем не только смазливой внешности, но и крутого нрава. Он же его уложил спать остальных мальчиков, используя и магию, и более простые методы. Блондинчик даже по морде получил. Давно напрашивался на самом деле. Но что ты теперь будешь делать со мной, а, красавчик? Надо что-нибудь сказать. Пусть будет просто поток слов. Тут больше важна интонация. Все равно языковой барьер никуда не делся. Или я ошибаюсь? Самое интересное, что парень не только понял меня, но и ответил. Все, что ты видишь вокруг. Реальность. Сообщил он новость дня, положив мою руку на свой браслет. Ты попала через портал в другой мир. Боже, я хочу его! Не парни, конечно, а этот артефакт. В браслетике, судя по ощущениям, не только переводчик, но и уйма других полезных функций. О, я понимаю тебя! Воскликнула я, восторженно глядя на артефакт. Благодаря этой штуке? Да. Пока ты держишь пальцы на браслете, мы можем общаться. Правда, есть еще один способ понимать друг друга. Какой? Может, парень владеет ментальной магией и хочет научить меня языку при помощи заклинания? Конечно, опускать к тебе в голову кого бы то ни было я не собиралась, но узнать новое никогда не помешает. Если я тебя поцелую, мы сможем разговаривать без слов. Мысленно. Да ладно! Он и правда собирается сделать это? Хм, собирается. Иначе зачем наклоняется, прикрыв глаза? У меня была пара секунд на принятие решения. Уж прости, сладенький. Целоваться с незнакомцем не входит в мои планы. Вот только как отвертеться. Красавчик же явно считает себя неотразимым. Уверена, все девушки падают к его ногам. Мне и нужно притвориться такой, как все. Воздействию-то не в бумаге я не стала. Он силен и понял бы, что со мной не все так чисто, как кажется. А вот прикинуться внезапно заболевшей вполне можно. И это укрепит образ девушки в беде. И заставит сильного мужчину мне всячески помогать. Пожалуй, мнимый приступ астмы вполне подойдет для моих целей. Я резко отшатнулась, уходя от поцелуя. Вытаращила глаза, а потом убрала воздух из собственных легких и, конечно же, начала задыхаться. «Что с тобой?» «Интересно». Парень перепугался. «Так хорошо у меня получилось изобразить больную. Вот только я не учла, что он примется меня лечить. Магией». Мужские руки засветились, а потом я почувствовала, как в мое тело вливается жизненная энергия, дающая бодрость, силу и здоровье. А еще я услышала утробный рык, полный удовлетворения. Словно сытый лев заурчал. «Или не лев?» «Я исцелил тебя», — сообщил он. «Хотя то, что с тобой происходило, очень странно». «Сам он странный. Мне не хотелось верить, что этот красавчик тоже дракон. Но, видимо, придется». Доказательства этого были прямо передо мной. В его синих, как сапфиры, чистейшей воды глазах так бы и любовалось, если бы... Зрачок вдруг не вытянулся в линию. «Черт». «Ты дракон?» Спросила я по возможности нейтральным тоном. «Ты можешь называть меня Вик?» Сказал он, еще крепче прижимая меня к себе. На вопрос не ответил, между прочим. И он что, снова собирается меня поцеловать? «Что здесь происходит?» Раздался позади негромкий, в общем-то, голос, в котором, тем не менее, явно слышался рык. «Еще один чешуйчатый. Я что, угодила в какой-то драконий рай? И тут куда ни плюнь, обязательно попадешь в крылатую рептилию». А мама говорила, что эти гады встречаются реже, чем камни силы. Вик немедленно прекратил меня обнимать и очень сильно постарался задвинуть за спину, так, чтобы невысокий рыжий мужик в расшитом парчевом халате не рассмотрел. «Или я его?» «Векетар артрагагнар!» воскликнул мужик. «Узнав, что в моем дворце был открыт портал, я понадеялся, что ты разберешься с этим. Вижу, надежды были напрасны. Почему мой наследник лежит на полу?» «Повелитель», — наклонил голову Вик, «вам действительно не о чем беспокоиться». Эдетей решил провести магический эксперимент и потратил на него все силы. По правде сказать, для этого он вытянул магию даже из своих друзей. Я погрузил подопечного в целительный сон, чтобы он как можно скорее восстановился после магического истощения. «Я вижу». Повелитель небрежно щелкнул пальцами, отчего одна из бутылок, на дне которой плескала синяя жидкость, взлетела в воздух. «Это ты опять пил?» «И что за прекрасное создание ты прячешь за спиной?» «Это и намерянка?» «Да, Повелитель». Хоть я и прекрасно чувствовала раздражение синеглазки, в голосе оно никак не отразилось. Девушку, которую Эдетей принял за демона и хотел преподнести вам в дар, чтобы она заняла достойное место в вашем гареме. С этими словами меня вытащили из-за спины и предъявили рыжему мужику. Вертикальные зрачки и яркие полоски темно-красной чешуи на его скулах явно выдавали драконью природу. А я-то уже понадеялась, что Вик будет меня защищать. Наивная. Повелитель придирчиво осмотрел меня с ног до головы пылающими алым светом глазами. «Ты допросил ее?» поинтересовался он, глядя поверх моей головы. «Хорошо. Но я хочу сам услышать, как эта красавица расскажет все свои тайны. Вдруг она что-нибудь скрывает?» С этими словами Повелитель щелкнул пальцами. Перед моим лицом возник тускло светящийся фиолетовым светом камушек на цепочке. Эта тонкая с виду цепь немедленно захлестнулась вокруг моей шеи, словно удавка. «Не дергайся», — приказал дракон, поймав мой взгляд. «Благодаря этому камню ты сможешь понимать меня. А теперь расскажи, девочка, кто ты, откуда явилась, и каковы твои истинные цели?» Я ощутила невероятной силой ментальное давление. В голосе Повелителя Дракона звучал приказ, вынуждающий говорить правду и ничего, кроме правды. Поначалу я даже испугалась. Неужели придется выложить этому чешучитому всю подноготную? «Драконы сильнейшие из оборотней и хороши во всем, что касается ментальной магии. А тут целый Повелитель ответов требует. Это вам не баран чихнул». «Но мама меня не зря уму-разуму учила. Будут ему ответы». «Что он там просил?» «Что я и каковы мои истинные цели?» «Это просто». Я захлопала глазами и четким поставленным голосом принялась излагать. «Лариса Риленваева. 25 лет, образование высшее, род занятий бортпроводник, работаю на международных авиаперелетах. Цель, то есть мечта, стать пилотом». «Кем стать?» переспросил Повелитель. «Похоже, я дал тебе бракованный амулет, половину слов не понять». Вик издал какое-то неразборчивое восклицание, и я отступил, чтобы видеть и его, и Рыжего Повелителя. Оба мужчины хмурились, разглядывая меня так, словно перед ним баллонка, которая внезапно начала мяукать. «Ты работаешь?» Возмущенно спросил Вик. «Что такое бортпроводник?» Настала моя очередь хмуриться. Его только это удивило. Хотя чего ждать от мужчины, живущего в мире, где гаремы норма? Ладно, Повелитель все еще не удовлетворен моими ответами. Так что продолжаем спектакль. Мама говорила, что во время допроса важно говорить правду. Я собиралась вывалить на драконов столько правды, чтобы у них раз и навсегда пропало желание меня о чем-либо спрашивать. Бортпроводник — это специалист, который входит в состав экипажа воздушного судна. Он отвечает за организацию комфортного перелета и безопасность пассажиров. А пилот — это летчик, который управляет самолетом. С удовольствием наблюдая, как лица мужчин вытянулись, я продолжила. Самолет — воздушные судна тяжелее воздуха, предназначенные для полетов в атмосфере с помощью силовой установки, создающей тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла. Я работаю на международных авиаперелетах. Достаточно, прервал меня Повелитель. Я уже понял, что ты из одного из техногенных миров. Из какого? Я изобразила растерянную улыбку и вопросительно поглядела на Вика. Он же, по идее, проникся ко мне симпатии, расцеловаться лес. Вот пусть и выручает. Синеглазка не подвел. Большинство жителей техногенных миров не верят в магию, произнес он. Девушка вряд ли знала, что иные миры вообще существуют. Она определенно знает больше, чем хочет показать, заметил Повелитель, обращаясь к Вику так, словно меня тут нет. Я слышал, как она спрашивала, не дракон ли ты? С чего бы ей задавать такой вопрос? «Если бы Вик был драконом, я бы точно об этом знал», раздался хриплый голос с пола. Эдетей, наследник Повелителя, со стоном принял сидячее положение. «Это я упустил контроль и начал оборачиваться. Девчонка ее увидела. Привет, дядя!» «Проснулся, пьяница!» «Что ты скажешь в свое оправдание?» Повелитель Дракон повел пальцем, отчего Эда вздернула на ноги и утвердила в условно-вертикальном положении. Парень шатался и всеми силами старался не упасть. «Я открыл межмировой портал!» с гордостью заявил Драконий наследник. «Вик подтвердит». «То, что ты открыл портал и тем самым пробил брешь в защите замка, я и так знаю», хмыкнул Повелитель. «А еще знаю, что ты собирался вызвать демона. Ты хоть представляешь, что произошло, если бы у тебя получилось?» «Я дракон!» выдал Эд. «Что мне, какой это демон?» «К тому же, я просчитал параметры Зова. Они были настроены на женщину». «Неужели ты ничему так и не научился?» воскликнул Повелитель, возведя глаза к потолку. Краем глаза отметил вялое шевеление на диване и продолжил совсем другим тоном. «Викитар!» «Сотри мальчишкам память!» «Мне не нужны свидетели!» «А ты, Эд, идешь со мной!» «Покажу тебе демоницу!» «Увидишь, насколько они безобидны!» Повелитель широким шагом направился к дверям. Наследник вяло поплелся за ним. А Вик повернулся к дивану, откуда как раз сонно моргая поднялось одно из тел. Обо мне, казалось, забыли. Я с сомнением посмотрела вслед ушедшим драконом. «Может, тоже сходить взглянуть на демона?» «Или лучше не отвлекаться и следовать изначальному плану?» «Дай мне минуту, Лариса, и я займусь тобой», сказал Вик. «Надо же, запомнил, как меня зовут?» «Но что значит «займусь тобой»?» «Мне он тоже собирается стереть память?» «Ща, и я займусь тобой» «А, и я верю в американскую Hebrew 선생